В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы. Именно благодаря их труду и был создан мощный потенциал отрасли, и открылись уникальные возможности для освоения космоса и Арктики, развития энергетики, науки и здравоохранения. Атомная отрасль является локомотивом промышленности России. Это почетно и сложно и трудно. И сегодня мы говорим о том, что в рамках реализации национальных программ одной из главных задач является задача, связанная с обеспечением обороноспособности. В этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто не один десяток лет посвятил работе в атомной отрасли, проводя испытания, создавая чертежи и макеты, разрабатывая изделия. Для многих из них День работника атомной промышленности – это особенный праздник. День работника атомной промышленности – это действительно очень важный и значимый праздник. В этой отрасли работают тысячи людей на переднем крае науки, производства, технологии. Это действительно очень важный и очень ответственный такой праздник для страны и для нашей. С Днем работника атомной промышленности сотрудников Российского федерального ядерного центра поздравили первые лица страны области. Руководители ядерно-оружейного комплекса и предприятий атомной отрасли – первые лица города. Но главное, что ветераны отрасли смогли сами лично поздравить бывших коллег и вспомнить былые времена. Увидеть кого-то из своих, может быть, друзей, знакомых, всегда приятно, когда особенно уже несколько лет дома находишься, редко встречаешься, всегда приятно кого-то увидеть из родных. Я вспоминаю так, как я работал, это первое. А второе – гордость за тех людей, которые тогда проработали вместе со мной. Это были тяжелые годы, но очень хорошие годы. Мне бы хотелось поздравить всех работников ядерного центра, а также всех его ветеранов с этим замечательным праздником. Хотелось бы пожелать им самого доброго здоровья, удачи, оптимизма. Не обошлось и без наград. В этот вечер директор Российского федерального ядерного центра вручил знак отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени Александру Петровичу Федотову, одному из последних свидетелей и непосредственных участников разработки, изготовления и испытания РДС-1. Завершился праздничный вечер выступлением артистов из Москвы. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.